Привет всем, друзья! Рады видеть вас и уверены, что все уже наслаждаются летом и солнышком. Последнее время новости делают все, но в нашем выпуске не вирусного дайджеста мы, как обычно, проведем с вами приятное время. Я Мария Рико и это дайджест на канале Mellow Taste. В этом выпуске мы расскажем вам, насколько увеличились продажи веганских продуктов в России, почему растительная диета эффективнее для спортсменов, запретит ли Китай поедание диких животных, а также почему веганство это прибыльно и какие кроссы продаются в 10 раз дороже, чем вы их купили. Сегодня уже точно можно сказать, что явным результатом мировой пандемии стало ускорение движения за растительные альтернативы мясу во всем мире. Так, KFC продал более 7 тысяч купонов за двое последних суток апреля в Китае. В эти дни была открыта их распродажа для того, чтобы попасть в эту сеть фастфуда и попробовать куриные наггеты из растительных ингредиентов. Мы уже говорили, что в Китае пропорция потребления свинины к говядине одна из самых высоких в мире, а по общему потреблению свинины Китай также на втором месте после штата. Также там съели 8,5 миллионов метрических тонн говядины в 2018 году, что составило 14% от общего показателя в мире. Но Евромонитор подсчитал, что продажи растительного мяса в Китае выросли с 7 миллиардов долларов в 2014 году до приблизительно 10 миллиардов в 2018. А к 2023 году специалисты говорят, что китайский рынок растительного мяса будет оцениваться в 12 миллиардов долларов. Что же касается России, она по поеданию свиней в 2018 году была на 9-м месте в мире с 1,5 миллиона метрических тонн. Но агентство Fruit News подсчитало, что продажи продуктов для веганов у нас в стране росли в том же 2018 году на 18,32%, и их общий объем достиг почти 10 тысяч тонн. Они также прогнозируют, что к 2023 году объем российского рынка веганских продуктов составит 34,5 тысяч тонн. Конечно, это не сравнимо с тоннами съеденных свиней, но и это радует. А за рубежом в самом разгаре движение по конвертации меню детских садиков, университетов и школ в частично веганское. По последним сообщениям агентства Reuters в Новой Зеландии с января тоже будут нововведения. Там обновили школьную программу. И сейчас она включает информацию о том, как потребление мяса и молочных продуктов животного происхождения отражается на глобальном потеплении и здоровье планеты. Такие изменения были сделаны после исследования университета Атага. Оно показало, что в Новой Зеландии можно на 42% уменьшить выбросы углекислого газа, если, конечно, большинство ее жителей переключатся на растительную диету. В наших предыдущих выпусках мы говорили о том, что многие родители не поддерживают такие нововведения. Вот и многие фермеры Новой Зеландии не согласны с такой новой учебной программой. «Если они и дальше будут продолжать пилить сук, на котором сидят, а животноводство кормит эту страну, то начнутся долгосрочные проблемы», предупреждает фермер Малкольм Ламстен в интервью Reuters. О проблемах трудно судить. Они есть у всех – и мясоедов, и вегетарианцев. Однако никому не повредят полные знания о том, что же мы все-таки едим. Это поможет каждому сделать сознательный выбор за или против какой-либо из диет. А знали ли вы, что вегетарианская диета, насыщенная цельными продуктами, также улучшает ваши результаты в спорте? Цельные продукты – это растительные продукты, как правило, необработанные и нерафинированные, либо минимально обработанные и рафинированные. Примером могут служить, например, цельные зерна, корнеплоды, орехи, овощи и фрукты. Так вот, в нашем выпуске «Вот тут» мы уже говорили о том, как вегетарианское питание продуктами способствует эффективной защите организма от, например, рака, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний. В спорте же большое внимание отводится к потреблению протеина. То есть, везде говорят, что его должно быть достаточно и что вегетарианцам его может не хватать. Существует догма среди тренеров, что мясной диетой легче всего восполнить нехватку протеина в растущих мышцах. В действительности, всем, кто придерживается разнообразной и богатой необходимыми веществами растительной диеты, им всегда будет хватать протеина. Агентство Forbes сообщает, что по результатам исследований ученых в Германии в 2019 году у тех спортсменов, которые придерживались растительной диеты, показатель достаточности питательных веществ был выше, чем у их коллег-месоедов. Так, например, протеина намного больше в черных бобах, чем в куриных палочках, а один стакан чечевицы содержит больше протеинов, чем гамбургер. Прочие необходимые спортсменам элементы, такие как кальций и железо, могут быть получены из шпината, соков и черного шоколада, говорят ученые. А витамин В12 содержится в некоторых обогащенных продуктах. Смотрите наше видео по линку тут, где мы приводим детальные таблицы с соотношением витаминов и элементов для вегетарианцев и веганов. Для спортсмена важны все фазы, от тренировки до соревнований, включая восстановление. Сбалансированная растительная диета, в которой достаточно цельных продуктов, способствует всем этим циклам. Углеводы, содержащиеся в этой диете, предоставляют оптимальное горючее для доставки кислорода к мышцам через кровь во время тренировки и соревнований. Они также критически важны для фазы восстановления. Компоненты такой возрастительной пищи снижают закисление мышц и воспаление, которое часто преследует спортсменов после интенсивных нагрузок. За счет этого спортсмены могут избежать многих травм, позволить себе сократить свое время восстановления, а также делать более качественные подходы к тренировкам. Однако, помните, что ученые предупреждают, чтобы растительная диета принесла вам пользу, в ней обязательно должно быть достаточно овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых, орехов и семечек. Вроде как, даже такая консервативная страна, как Китай, прислушалась давним и с недавнего времени активным призывом снизить потребление мяса. Произошло чудо! А 1 июня все порталы сообщили главную новость полугодия. Китай наконец-то объявил о подготовке нового законопроекта, где планируется запретить торговлю дикими животными. Навсегда! Даже не верится! По информации от CBS News, правительство провинции Ухань собирается даже предлагать фермерам денежные гранты для разведения экзотических и диких животных. Хм, так значит, разводить, убивать и поедать потом все же будут? Ну да, денег у Китая после пандемии, может быть, даже и прибавилось. Ведь эта страна основной поставщик не только масок и оборудования, но еще и лекарств, зерновых и многих других продуктов в мире. А значит, гранты фермерам совсем не проблема. И с одной стороны, все пишут о том, как они рады такому новому законопроекту Китая. Ведь по исследованиям, около 75% всех инфекционных болезней имеют занозный характер. Ведь с другой стороны, в Китае все равно будет продолжаться разведение животных для их поедания. Ну, только уже с государственным финансированием и регуляциями. Но все же есть надежда на то, что отказ от мяса во многих странах мира в результате произойдет натуральным образом. Например, в мае этого года Несли объявила о том, что они собираются вложить 104 миллиона долларов в открытие завода по производству растительных продуктов в Китае, недалеко от Бэджинга. Да-да, соревнования, у кого веган больше, продолжаются. И мы объявим победителей ближе к концу года. А вот Несли говорит, что завод будет уникален и его мощность составит 8 тысяч тонн. К концу года конгломерат собирается начать использовать этот завод для производства веганского мяса и продуктов из него. Мы уже говорили об остальных компаниях с большими веганами. Один из непременных лидеров – это Starbucks, который сделал совместное предприятие с Beyond Meat по производству растительного свиного мяса в Китае. Оно называется Omni-свинина, то есть Omni-порг. И его будут поставлять 4200 кофейнем сети по всему Китаю. А основной конкурент Beyond Meat – это компания Impossible Foods. В январе 2020 года она также запустила фейковую свинину, которая так и называлась «невозможная свинина». Как и в их невозможный бургер, в ее состав входит соевый протеин. И она выглядит как настоящая, да и на вкус, говорят, тоже почти не отличить. Поэтому, если вы ищете, куда инвестировать и акции каких компаний могут потенциально вырасти в это время кризиса и падающих процентных ставок, то можете изучить эту веганскую тему. Так, например, в конце мая, по мере того, как многие скотобойники в Штатах закрылись из-за пандемии, акции Beyond Meat выросли на 12%. Аналитики объясняют такой рост не только тем, что на рынке не хватает мяса, но и новости о партнерстве компании со Starbucks в Китае. Вообще, мы уже рассказывали о том, как Beyond Meat вышла на биржу в мае 2019 года по цене 25 долларов за акцию, продав тогда их на 252 миллиона долларов. А затем, три месяца спустя, ее акции уже стоили 160 баксов за штуку. Говоря о выпечке, а знаете ли вы, что покупая запакованный хлеб, надо быть предельно осторожными? В таком запакованном продукте могут быть как вредные, так и вовсе не веганские ингредиенты. Например, ученые нашли, что кукурузный сироп, который часто используют как подсластитель, ответственен за ожирение в Америке. А еще в составе такого хлеба есть часто сульфат аммония, пищевая добавка Е517. Еще он входит в состав? Нет, не еды, а удобрений, работая как подкислитель почвы и, например, в производстве вискозы. Официально эта добавка используется как стабилизатор и признана безопасной для человека. Она увеличивает объем хлебобулочных изделий и является питанием для дрожжевых культур, а также применяется как эмульгатор. Однако, если у вас есть возможность не покупать продукты с такой добавкой, то не делайте этого, а лучше выберите натуральные ингредиенты. Есть еще один совсем ужасный, особенно для веганов, ингредиент. Хотя и не для веганов, по-моему, тоже. Это цистеин. Вроде все с ним хорошо, и в натуральном виде эта аминокислота также присутствует во многих продуктах с высоким уровнем белка. Например, в семечках, грецких орехах, сои и горохе. Сам по себе цистеин способствует пищеварению и является антиоксидантом. Однако есть небольшое «но». В промышленности его получают из, например, птичьих перьев, щетины, человеческого волоса. Не знаю как то, а я не очень хочу есть хлеб, в который вмешали компоненты, полученные из волос и щетины. Итальянцы пошли еще дальше, и в 2018-м опубликовали исследование о том, что при подмешивании в хлеб от 10-30% порошка из сверчков он получался насыщенным протеином. Так, говорят они, можно решить проблему растущего спроса на обогащенные протеином продукты. Однако они все еще ищут решение на одну проблему, которая при этом появлялась в хлебе. В конце мая Adidas объявила о том, что в сотрудничестве с компанией Allbirds выпустят кроссы, у которых будет самый маленький в мире карбоновый след. Если что, Adidas и Allbirds – прямые конкуренты. Они решили объединиться, чтобы установить стандарт в индустрии. Ну, и таким образом немного отбиться от прочих конкурентов. Ведь Nike тоже недавно выпустил целый ряд моделей из повторно переработанных материалов. Например, синтетической кожи, холста, полиуретана. Кстати, если вы этический веган, то при покупке кроссов не забудьте также проверить, каким клеем приклеена подошва в обуви. Ведь есть много клея, которые делают из костей животных. Да, и краска для подошвы может тоже включать в себя составляющие из животных. Allbirds, кстати, используют для своих кроссовок также волокно эвкалиптового дерева для верха и отбросы от выжимки сахарной свеклы в подошве вместо пластика. А знали ли вы, что по данным 2017 года Министерства внутренних дел США американцы выкидывают 300 миллионов пар кроссовок в год? Это вместе с выброшенной одеждой составляет около 9 миллионов тонн, или 17,5% от того, что заполняет мусорные резервуары Америки. Если что, аналитики Grandview Research говорят, что глобальный рынок спортивной одежды, обуви и аксессуаров в 2017 составляет 64,5 миллиарда долларов, и к 2025 он вырастет на более чем 5%. Вообще-то, Рибок, который с 2005 года принадлежит группе Adidas, уже в конце 2019 года выпустил кроссы из эвкалипта с подошвой из касторовых бобов и натуральной резины за 6800 рублей 100 баксов. А еще за 2 года перед этим Рибок сделал веганскую версию классиков под названием Newport NP, сделанных из хлопка и кукурузы. Они стоят 8600 рублей, и их до сих пор можно найти в продаже. Кстати, такие педали интересны и с точки зрения инвестиций. Так, бренд туманного альбиона Maharishi в сотрудничестве с Nike в августе 2019 года выпустила кроссы под названием Maharishi X Nike Air Max 90, сделанные из органического хлопка, цветовой гамме от Maharishi, Grand Oliven, из подошвы, из переработанной резины от обуви, смешанной с опилками от перемалывания палет. Эти кроссы выпустили лимитированные партии, и их можно было купить только онлайн немедля, получить в единственном магазине Лондона. Они продавались по цене в 10300 рублей, но стоимость их перепродажи на вторичном рынке была аж 99400 рублей. Неплохо! И где я была в августе? Ведь навар мог составить целых 800 процентов. После карантина многие подкачались на бесплатных видео и вебкастах в инсте и прочих платформах. Так и 82-летний веган Пол Иот, который живет в 60-тысячном городке на юге Англии, решил пробежать 100-километровый марафон. Марафоны назначены с 21 по 30 июня. И целью будет поддержка заповедника Dean Farm Trust в Чипсталл Уэльсе, который насчитывает более 130 спасенных куриц, свиней, овец, пони и многих других. Неважно, что заниматься бегом, Пол начал только в марте. Он настроен позитивно и будет бегать по специально размеченной дорожке вокруг своего дома и сада. Он хочет пробегать по 10 километров в день и привлечь 10 фунтов за каждый километр. Эти деньги он пожертвует заповеднику. Друзья, занимайтесь физическим и духовным развитием, смотрите наш канал, узнавайте новое и экспериментируйте. Как всегда, Ваша Мария Рико, а также наша команда Digest Mellow Taste. Встретимся очень скоро, как обычно, здесь, на нашем канале. Пока!